Добрый день. Ношение масок, как мы сейчас видим из опыта, наверное, самый обсуждаемый элемент профилактики коронавирусной инфекции на сегодняшний день. Почему? Да, естественно, маска вызывает дискомфорт, кстати, так же, как и перчатки, дискомфорт, и особенно у людей, страдающих легочными респираторными заболеваниями, у которых есть дискомфорт дыхательной системы, хронические болезни. Что можем сказать? Ну, во-первых, мы должны понимать, что коронавирусная инфекция оказалась не такой уж простенькой респираторной инфекцией, как нам казалось в январе-феврале. Она оказалась сложнее, гораздо непредсказуемее. И теперь мы не говорим просто о респираторной инфекции, мы говорим о комплексной инфекции, о комплексном заболевании, поражающем ей кровеносную систему, сердечно-сосудистую систему, легочную систему, да, в общем-то, все системы, в первую очередь, иммунную систему организма. Второе, коронавирусная инфекция накинулась надолго, и мы все-таки рассчитывали, что медицинская наука настолько развита, что мы получим хотя бы элементарное лекарство, которое бы так способствовало бы скорейшему выздоровлению и лечению. Лекарства эффективного, мы должны признать, до сего времени нет. Меняются алгоритмы лечения в разных странах, но лекарства как не было, так и нет. Отсюда на первое место выходит старая добрая профилактика. А профилактика острых респираторных заболеваний всегда, начиная со знаменитой испанки, и в дальнейшем, и лихорадки Эбола, и гриппов различные теологии, ношение масок, защита верхних дыхательных путей, то есть путей проникновения. То есть маска обязательна. Конечно, она дискомфортна, как я уже говорил, и в принципе мы должны просто для себя выяснить, что маска становится образом жизни человека на ближайший среднесрочный период. До пяти лет, естественно, ребенку трудно объяснить, хотя мы имеем опыт Британии, опыт Германии, европейский опыт, японский опыт, где дети уже с трехлетнего возраста носят маски, им объясняют, что это нужно, это сейчас профилактика, все уже понимают, что это заболевание, и надо быть осторожным. Взрослые, им, казалось бы, объяснять не надо. Значит, то, что касается группы риска, это, наверное, самое основное, то, что вызывает сейчас большие дискуссии в социуме, в гражданском обществе. Значит, группа риска должна для себя понимать, чем меньше контактов, тем лучше. Если контакты неизбежны, то лучше находиться в маске. 20-30 минут поход до магазина в маске для любого, даже человека с хроническими легочными заболеваниями не составляет труда. Мы понимаем, что этот вирус никуда не делся. Коронавирусоподобные пневмонии, на мой взгляд, это коронавирус недиагностированный. И в связи со всеми этими аргументами, я считаю, что маска единственный путь спасения, хотя, будем говорить откровенно, медицина тоже, так сказать, разошлась во мнении. Многие считают, что маска недостаточно эффективна. Я считаю, что на данный момент, пусть это будет даже менее эффективный инструмент, но все-таки защита, особенно для контингента риска. А контингент риска, возрастные люди должны понимать, что сейчас для них это единственное спасение. Спасибо. Спасибо.